Привет, друзья! Я Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Несколько последних выпусков вы буквально завалили меня требованиями приготовить стейк. И надо сказать, я чрезвычайно благодарен вам за такую настойчивость. Потому что, во-первых, я страстный мясоед и стейки очень люблю. А кто не любит, покажи. А во-вторых, хороший кусок мяса на стейк возмущительно дорог. И еще неизвестно, когда бы я собрался с духом и потратил на него деньги. А тут у меня есть моральное оправдание. Зритель требует. Хорошо приготовленный стейк хорош сам по себе. Но тут есть один важный момент. Если у вас есть премиальный кусок мяса, то самая главная задача – просто его не испортить. Все остальное сделал за масс природы. Ну и что тут показывать? Смотрите, смотрите, я гениальный повар. Я умудрился не испортить кусок мяса. Согласитесь, слабенькое основание для гордости, верно? Другое дело, когда кусок мяса годится для стейка, оно все же не относится к той самой идеальной части туши, того самого идеального бычка породы Агнус и тому подобное. Тут стоит обратиться к опыту французов, которые утверждают, что с хорошим соусом можно и подметку съесть. Я, конечно же, подметку готовить не собираюсь. Но хочу обратить ваше особое внимание на соус, который мы вместе сегодня с вами приготовим. Поехали. Любой стейк начинается с собственного стейка. Готовить его можно на обычной сковородке, на сковородке с ребрышками и на гриле. Я разорился сегодня вот на этот великолепный обращик мяса. По российской классификации отрубов это толстый край. Ну или рыбай по-иностранной. За что мы любим стейк? За поджаристую румяную корочку. Некоторые, конечно, скажут, что они любят стейк с кровью. Я сам из таких. Но, друзья мои, даже оголтелые почитатели разбива кровавленного, и те предпочитают подрумянить его, а не скусывают куски со спины знакомого бычка. И, значит, главная задача – оперативно подрумянить кусок снаружи, не пересушив его внутри. А для этого требуется в минимальное время передать максимальное количество теплоты этому куску. Чтобы получить поджаристую румяную корочку, нужно, чтобы этот кусок не тушился, а пожаривался. Если сковородка предварительно не нагрета, или нагрета слабо, то из этого мяса успевает выделяться сок, и мясо начинает тушиться в этом соке. А вот если мы разогреваем до максимальной температуры сковородку, и если в этой сковородке толстое дно, то, значит, сковородка запасла большое количество тепла. И когда я этот кусок мяса помещаю на сковородку, то это тепло создает на поверхности мяса тот самый ожог, ту самую корочку. Сок не успевает выделяться, а корочка уже появляется. А ведь именно из этой корочки, в продукте реакции Майяра, мы затеваем весь этот процесс. Все отличие между вареным, тушеным и жареным мясом как раз-таки в этой прижаристой, вкусной, ароматной корочке. Приготовление стейка – это религия. И как это бывает со всякой религией, тут имеются свои фанатики. Одни утверждают, что перед приготовлением стейка ни в коем случае приправлять нельзя, другие утверждают обратное. Как это часто бывает, апологеты этих теорий сами, в слаботорных условиях, никаких исследований не проводили. Да и стейк с ними. Я же скажу так. В зависимости от дальнейших танцев с губными, с этим стейком я в одном случае приправляю, в другом нет. Для сегодняшнего способа это не принципиально. Я приправлю крупной солью. Вот то, что соль крупная, это принципиально. Мелкая слишком быстро растворится в мясном соке, и поверхность стейка кажется пересолена. А вот вглубь куска соль до начала тепловой обработки просто не успеет уйти. Да, насчет реакции Майяра. Это реакция, которая происходит с аминокислотами в присутствии сахаров при нагревании. Наливаю на сковородку немного оливкового масла. Аминокислоты у нас в мясе. Сахарами я воспользуюсь молочными, а именно лактозой из сливочного масла. Положу на большой кусочек. Смешивание этих двух масел, сливочного и оливкового нерафинированного, дает совершенно потрясающий аромат. Ну и сливочное при этом не горит. Тоже неплохо. Да, размер сковородки желательно выбирать под размер куска. Будет слишком большая, вокруг мяса начнет кипеть. Масло и соки. Забрызгайте все вокруг. Стейк у меня лежит при комнатной температуре уже часа 2, а то и 3 по равной сковородке. В зависимости от толщины стейка, его температура на момент начала обжаривания, мощности вашего источника тепла и толщины на сковородке. Ну, а значит, количество запасенного тепла до начала обжарки. А также желаемый вами степень порожарки времени у вас на этот процесс может уйти на одну сторону от 1 минуты до 5-6, а то и 8 минут. Вы спросите, как же ориентироваться? Смотреть и пробовать. Как поступаю я? Смотрю на нижнюю сторону куска. Как только она дошла до нужной степени румяности, переворачиваю. Вот то, что я хочу получить на поверхности куска. На второй стороне на этот процесс уйдет процентов на 20-30 меньше времени. Кусок тоже прогрет, по крайней мере, наполовину. Ищупайте мясо пальцами. Оцените его мягкость, упругость. Чем выше степень прожарки, тем оно жестче. Вот здесь у вас сырой кусок мяса. Если не успели приложиться, конечно, к раскаленной сковородке. Соедините вот так вот два пальца. Расслабленно. Пощупайте. Чувствуете, все еще сырое. Теперь следующий палец. Пожжуще стало. Это следующая степень прожарки. Доберитесь до мизинца. Чувствуете подошву? Это уже well done. Какую прожарку выбирать, решать только вам. Пока я устраивал распальцовку, стейк прожарился. Переложу его на тарелку. Правда красивый? Все вы знаете, что сразу сейчас резать его нельзя. Почему? Потому что под воздействием высоких температур мышечные волокна сжимаются. Но нагревали мы только поверхность куска мяса. Внутри оно все еще сырое. Вы, конечно, можете сейчас разрезать, чтобы посмотреть, убедиться в этом. Но кусок-то еще не готов. А вот эти вот предварительно напряженные мышечные волокна на поверхности сжимают этот кусок. И они выдавят, как и пасту из тюбика, сок из мяса. А нам нужно его еще минут 6 прогреть в предварительно нагретой духовке. Пока займусь перечным соусом. Это масло солью. Надея сковородке осталось достаточно так называемого благородного нагара. Следов реакции Майяра. Налью немного свежего оливкового масла. Кусочек сливочного туда же. И следом мелко порубленная луковичка. И также мелко порубленный чеснок. В идеальном варианте надо использовать лук-шалот. Так вот, насчет стейка и температуры. Когда я его достану из духовки, нужно будет дать время, чтобы температура выровнялась. Сейчас у него поверхность сильно нагрета, а внутри он слабо нагрет. Так вот, за то время, когда он будет отдыхать, температура и теплота с поверхности куска уйдет внутрь. В результате поверхностное натяжение мышечных волокон сверху немного ослабнет. И при разрезании этого куска из него вылится значительно меньше сока. Лук-чеснок обжарился. Пришла пора перца. Мне больше всего нравится. Использует зеленый. Режиссер настаивает на черном. Сойдемся на смеси. Часть горошин я немного раздавлю. Мне нравится именно так. Добавляю перец в сковородку. Сейчас его ароматы смешаются с ароматами чеснока и карамелизованного лука. Добавлю ложку концентрированного мясного бульона. Это практически холодец, только сварен он из зарумяненных в духовке костей и всяких облесков мяса. Кстати, если интересен этот бульон, дайте знать. Специально сниму ролик про его готовку. Пора добавлять немного коньяка. И, конечно же, сразу поджигаем. Спирт выгорит, аромат останется. Тщательно снимаю со дна весь нагар лопаткой. Время сливок. Обычно я использую 10-ти процентные. Но сегодня у меня двойной жирности. 18 на них написано. И сразу соль. Пусть начинает растворяться. Осталось дождаться загустевания и соус готов. Если вы готовите толстый стейк, то тепловой обработки на сковородке может и не хватить. И тогда, как это сделал я, его можно брать на несколько минут в заранее разогретую духовку. Я разогреваю до 200 градусов. Если вы готовите стейки на гриле, то помните правило. Чем толще кусок, тем дальше он должен быть от углей. Аргентинские повара, признанные во всем мире мастера приготовления мяса на гриле, готовят стейки толщиной по 5 с лишним сантиметров. И на расстоянии 40 сантиметров над углями. Готовят долго. Но в результате получают потрясающе нежное и мягкое мясо с очень мощной поджаристой корочкой. Ну что, стейк готов. Пусть теперь отдыхает. Добавлю к соусу вытопившийся мясной сок. Перемешаю. Так. Соус готов, и он божественен. Я гений соусов. Смотрите, это фантастика. Пробую. Фантастика. Нет слов. Нежное мясо. Ароматы соуса взрывают мозг. Спасибо, друзья. Когда бы я еще сподобился это попробовать? Точное время обжаривания зависит конкретно от ваших условий. От теплоемкости вашей сковородки. От начальной температуры куска мяса, который у вас есть. От того, какая у вас плита. Например, газ нагревает сковородку быстрее, чем электрическая плита, а индукционная быстрее, чем газ. Поэтому, в любом случае, вам придется приноравливаться к вашим условиям. Хочу посоветовать вам обзавестись очень удобным девайсом. Где он у меня? Вот. Такого типа термометром для кулинарии с щупом. Есть значительно более удобные. У него гибкий термозащитный тросик стоит. Штука незаменимая. Приноравливаться к приготовлению мяса. Приноравливаться к приготовлению розбифов в духовке. Готовить тесто. В конце концов, сиропы готовить. Штука прекрасная. Ищите в интернет-магазинах. Вот и все на сегодня. Надеюсь, я удовлетворил ваши хищнические инстинкты. Понравилось? Не забываем про лайки и репосты. Новые зрители, загляните сюда. Традиционно здесь информация, где еще можно посмотреть рецепты кулинарной пропаганды. И посмотрите в архив. Все ссылки в конце ролика. Там вы найдете еще очень много интересного. Всем спасибо за компанию. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok